Всем привет! Сегодня я хотел бы ответить на список вопросов, которые вы написали в комментариях. Продолжайте писать вопросы, также ставьте плюсики. Кого-то из вас я могу пригласить себе на разбор на метод Воронина. Это такая передача, где я разбираю начинающих и, может быть, даже не начинающих предпринимателей, где мы глубоко разбираем каждого из участников. Один из таких методов Воронина уже опубликован на нашем замечательном канале. Список вопросов буду зачитывать, буду отвечать. С чего начать? Бизнес с нуля. Есть ли какие-то советы, как без вложений начать бизнес? Без связи, богатых родителей. Ребят, там бизнес... Запомните, для бизнеса не нужны деньги. Для бизнеса нужны две вещи. Идея или продукт. Я добавлю, что нужно еще понимать, какая есть боль у ваших покупателей. С чего начать? Первое. Выясните, какие есть боли и потребности, может быть, у ваших знакомых, друзей или покупателей чего-либо. Для этого нужно начать общаться. Второй момент. Я вам советую пройтись по выставкам и посмотреть, в чем потребности у тех компаний, которые там выставляются. Как правило, у них потребности в продажах, в продвижении, в упаковке, в партнерских продажах и так далее. И я вам настоятельно рекомендую становиться спецом в двух вещах. Первое, в создании продукта. Второе, в продвижении продажи через интернет-маркетинг. Как сделать бизнес без нуля? Очень просто. Лендинг-пэдж, ну там, например, на блоке, на платформе dnk.bz вообще стоит бесплатно. То есть, большое количество разных конструкторов сайтов есть, и все это можно сделать довольно бесплатно и за небольшие деньги. Я вам рекомендую dnk.bz, потому что у них одна из лучших оптимизационных историй, и плюс у них добавляется видео. Второе, ссылочку и рекламу ваших историй вы можете размещать где? В инстаграме, в социальных сетях, в фейсбуках. То есть, первое money-making действие, так называемое, вы можете сделать, просто написав пост о себе, о том, что вы умеете делать, какой продукт вы продаете или какую потребность вы можете закрыть. Третий момент. Есть бесплатные доски объявления. Их около 400 штук. Начинает из «Звук руки», заканчивая «Авито», их региональные. Можно поискать в интернете список досок с бесплатными объявлениями. Там можно бесплатно размещать рекламу. Третий момент. На сегодняшний момент, таргет ВКонтакте, например, таргет в Фейсбуке или ТВ, там директ, это всего-навсего около, может быть, 2-3-5 тысяч рублей. У меня есть ученик, который сделал себе компанию в директе из миллиона пастерических ключевиков. Занимая у меня несколько сотен лидов в месяц, в такой нише, как стройка. Я думаю, даже несколько сотен, побольше, несколько тысяч лидов в такой нише, как стройка, быстровозводимое издание. И, вдумайтесь, миллион ключевиков в директе. Я спросил, как он так очень круто сделал. Он сказал, что у меня были долги 8 миллионов, и при этом всего 5 тысяч рублей в кармане на директ. И он их положил на директ, и ему пришлось, деваться некуда, пришлось разобраться. Поэтому, как вы видите, пути много. Ну и еще один очень хороший путь – это ваша записная книжка. В вашей записной книжке есть все. Есть потребности, есть возможности, есть средства для их реализации. И четвертый момент – посмотрите видео на ютубе, как делать лендинг пейдж, как делать конструктор сайт. Огромное количество видео, огромное количество контента. Просто начните погружаться. И ключевая штука здесь – не как начать денег без вложений, а как перестать себя оправдывать, что ты не делаешь бизнес, потому что у тебя нет денег. Это же неправда. Получается самокнутый круг. У тебя нет бизнеса, чтобы ты не можешь зарабатывать, у тебя нет денег, чтобы не начинать бизнес. Да, то есть какой-то замкнутый круг получается. Это же не так. Я начинал свой бизнес вообще без денег. В какой-то момент мне просто предложили его возглавить, потому что я очень хорошо разобавался в управлении бизнесом. Мне было 21 год всего. Я разобавался в управлении бизнесе, в продажах, в переговорах. И мне просто… Знаете, у людей, у которых есть деньги, у них одна проблема. Знаете, какая? Кто будет этим всем управлять? Потому что и стоя очень много, ниш очень много, возможностей очень много. Ну а ключевая стоя вторая – это еще создание продукта. То есть надо прокачивать свою экспертность в чем-либо. И, соответственно, если вы программист, то это IT-продукт. Если вы, например, инженер, то это какая-то строительство. То есть вам нужно стать экспертом и создать какой-то продукт, который необходим людям, и которые готовы его покупать. Это ключевая стоя. Слово «готовность покупать» не на словах, а на деньгах. Потому что огромное количество стартапов умерло, потому что была идея, что люди готовы покупать, а на самом деле они оказались не готовы. Поехали. Если что-то читать, какие-то спецкниги или только опыт и действия дадут результат. Я вам так скажу. Опыт и действия… Опыт вряд ли, потому что у многих из вас опыта нет. Действия точно дадут результат. Очень важно применять принцип обратной связи. Есть такая техника Starbucks, знаете. 217 попыток, как знаменитый основатель Starbucks, но мало кто знает то, что только первые две попытки ему дали в итоге деньги первые два человека. А он 217 раз пробовал с разными людьми. То есть первые два, к кому обращался, в итоге дали ему деньги после 217 безуспешных попыток. О чем это говорит? Не то, что он упорный. Упорный, но не делает корректировку и обратной связи. Если бы он в первые два раза спросил бы, а что нужно было бы, чтобы вы мне дали, и откорректировал бы свое предложение, свой оффер таким образом, чтобы они согласились, эта вся история бы закончилась гораздо раньше. То есть обратная связь. То есть если вы чего-то не получаете, это означает, что не то, что человек плохой или вы плохой, а нужно задать самому себе вопрос и вашему клиенту, что нужно сделать, чтобы было да. Вот и все. И еще один момент, ребят, вам точно нужен тренер. Точно нужен тренер, точно нужен наставник. Я лучший бизнес-тренер России, это совершенно случайно получилось. Имеется 2017 года по версии премии товар года. Ко мне, к сожалению, можно попасть только от бюджета там 500-600 тысяч стоит на обучение. Но я недавно сделал онлайн-курс. Ссылочка будет в комментах. Можно приходить, стоит там всего 5000 рублей в месяц. Это такая подготовишка для того, чтобы начать заниматься бизнесом. Знаете, вот есть бизнес-действия, там будет отдельный блок. А есть то, что подготавливает вас к бизнесу. Настраивает вам точность, энергию и убирает вам страхи. Знаете, как олимпийские чемпионы не выходят почему-то, знаете, прыжки с парашютом люди не учатся делать без тренера. То есть пошел в хозмак, купил парашют в кровавых пятнах, пошел сам прыгать. Нет, ну приходишь, учишься. То есть вот тренер, наставник, ментор, это, конечно, важная история. Меня часто называют продавцом времени. Потому что я на самом деле экономлю огромное количество времени и сил, энергии. А чаще всего и денег. Как выбрать объект инвестирования? На что обратить внимание? Значит, у меня часть денег по инвестированному недвижимости. Но я считаю, что это один из самых неудачных способов инвестиции. Потому что налоги, я не профессионал недвижимости, не понимаю, какие риски и так далее. Ну, какая-то, условно говоря, там небольшая инвестиция туда есть. Там, условно говоря, квартира купленная, сдается в аренду. А вторая часть – это определенные акции. Я владею акциями Сбербанка. Там, где я работаю, я директор перспективного проекта в дочке Сбербанка. Делаю всегда, поэтому я еще акционер Сбербанка. Я верю, что эта компания – самая лучшая компания в России. И второй момент – есть какой-то инвестиции в золото, в монеты, в частности, инвестиционные. Есть депозиты. Есть еще какой-то пакет акций. И плюс Форекс. Это такая рискованная инвестиция, но я торгую на Форексе. У меня есть один свой стартап. Это робот, который выбирает лучших роботов, которые торгуют на Форексе. Как известно, там торгуют практически 99,9%. Это не люди. И, соответственно, я выбираю самого лучшего робота, на какого ставить. И у меня получается инвестиции порядка 52% за 9 месяцев. Пока больше нет статистики. Ну, примерно вот так получается. Это в валюте. Но это рискованная инвестиция. Потому что там могут быть всякие стои. Никто не думал, что Дональд Трамп выиграет. И рынок может спасти себе непредсказуемо. Но хотя у меня ограничение по стратегии порядка 20% стоп-лосс. ФАМ-счет находится именно на Альфа-Форексе. Для этого нужно открыть счет в блоке Альфа-Форексе. Альфа-Форекс. Номер счета будет написан. Я напишу, если надо, номер счета. Не помню по памяти. Называется Воронин Инвест USD. Он в долларах. То есть, соответственно, 52% годовых я получил в доллар. Там нет стратегии. Там это не тот торговый робот, который у меня получает стратегию. Потому что я это сделал. Потому что у меня, знаете, как все знакомые задолбали. Ой, торгуешь. Ой, получил. Давай, давай, давай. Можно ли с тобой? И вот я сделал отдельный счет, куда транслируется сигнал моих роботов. Куда можно завести какие-то деньги. Там, ну, большую сумму не искуйте. Там тысячу, пять, десять, пятнадцать, двадцать долларов. Там вполне достаточно для того, чтобы зарабатывать какие-то более-менее приличные деньги. И вот такая диверфикация, это, на мой взгляд, основной ответ секрет инвестиций. То есть, первое, стоит инвестируйте в себя. Второе, ваш бизнес. Третье, вот примерно в такой позиции, в такой истории. Да, торговать через роботов. Ну, что еще поподробнее о роботах рассказать? В акции, роботы, фьючерсы, товарные фьючерсы, все уже роботы. Биткоины тоже формируются с помощью роботов. Поэтому, ну, я роботы писать не умею, а я сделал роботу, который отслеживает самых успешных роботов. Знаете, такой по-хитрому пошел. Ну, и, соответственно, правильно выбранные стратегии, правильно отслеженная история. Пока получается. Что дальше будет, я не знаю, но вот у меня стратегия такая. Если кому интересно, присоединяйтесь. Так, какие сейчас перспективные направления инвестиций, денег и времени? Ребят, времени и денег в образование в первую очередь, в новые технологии в первую очередь, в повышение квалификации в первую очередь. И, соответственно, ваш собственный бизнес и еще, знаете, что, вашу собственную семью. Мне кажется, это самое перспективное. По недвижке, смотрите, хорошая стоит тема по суточной сдаче. Но по суточной сдаче хостела сейчас есть проблемы, меняется законодательство, соседи могут возбуждаться. Поэтому, если, например, выкупать на стадии каких-то там, как бы, вот с точки зрения недвижимости, что бы я сделал? Я пришел бы, собрался группой, выкупил бы просто целый этаж в каком-нибудь доме, там, около 100 квартир, например, да, и сразу бы все это полностью сделал бы из него гостиницу. Просто у каждого номера свой собственник и управляющий компанией, которая всем этим зарабатывает и управляет. Это интересная история, она позволяет, я думаю, процентов 40-50 годовых в рублях делать. Ну, у меня в валюте, получается, на Форексе, поэтому не очень интересно. А риски достаточно существенные, плюс там налоги сейчас повышают на недвижимость. Что такое неудачник? Понятие удачности как случайности. Услан говорит, не желаете удачи, желаете успеха, понятие успеха как повторяемого прогнозируемого результата. Я тут даже выписал, значит, определение, сейчас зачитаю. Фраз такая, это сказал Синека около 2000 лет назад, что удача там, где подготовленность встречается с возможностью. Как сказал Синека 2000 лет назад, что удача там, где подготовленность встречается с возможностью. И на самом деле это большая правда. Нам всем дается большое количество шансов в жизни. Вопрос, как мы им пользуемся. Потому что, чтобы воспользоваться шансом, нужно быть подготовленным. Вот и все. И очень кладко, очень крутая штука, монетизировать момент. Не бояться монетизировать момент. Когда вы видите какую-то потребность или боль клиента, и он говорит, ой, слушай, давай там, я помню, как сейчас, познакомь меня, пожалуйста, с тем-то, тем-то. Мне нужно там, в основном, какой-то IT-продукт, IT-решение. Я говорю, это было примерно там лет шесть назад. Я говорю, слушай, а вот, ну, познакомь меня с тем-то, с тем-то, мне нужно там IT-решение. Я говорю, слушай, а давай я тебе сделаю IT-решение. Он говорит, а давай. В итоге я заключил контракт на себя, перепродал его, помучился, но нашел выход. В итоге заработал достаточно немало денег и прокачал свои компетенции. Второй момент, когда мне предложили возглавить, сделать кредитную программу для одного из банков. Мне тоже казалось, что это не мое, что мне это не нужно, что я занимался просто заказом, вот этот кредитный продукт, я ничего не понимаю. В итоге, да, согласился для одного небольшого банка, за два месяца сделал, в итоге получил очень большое количество дохода и очень круто прокачался по компетенциям. Потому что тебе как минимум не предлагать того, что ты не можешь делать. И запомните, там, где сложно и там, где тяжело, там, где нелегко, там, как правило, самая большая удача и самые большие деньги, потому что ты прокачиваешь то, что тебе тяжело. Знаете, как, еще такое понятие удача, как случайностей. Случайностей не существует, запомните это. Случайность – это непознанная закономерность, как правило. Тем более, что вы думаете, что это случайность. Вообще, этимология слова «случай», знаете, какая? С-луча. Так что, я для себя, что-то случайное. Что такое неудачник? Нет, снимаем. Знаете, как я считаю? Неудачник – это такая штука, связанная, скорее всего, с осознанностью. Человек осознанный или нет, ну, соответственно, чем меньше осознанности, тем больше неудач. Еще, кстати, очень сильно влияет на неудачу личная жизнь. Если у тебя не прокачивая личная жизнь, то вряд ли у тебя будет удачная история, связанная с бизнесом. Как минимум, системного роста, квантового скачка – это очень большая редкость. Понятие «слово для предпринимателя». Вы знаете, я считаю, что слово – это очень важно. И если у тебя нет слова, то у тебя нет как предпринимателя. Вот и все. Не хочу вникать, что Руслан обещал, что Руслан не обещал. Вот здесь вот у вас вопросы идут. Не знаю, как комментировать, не владея ситуацией, не понимая контекстов. Я думаю, что есть смысл просто записать видеообращение Руслану или написать ему все эти вопросы, чтобы он как-то подсветил их и решил. Мне кажется, не бояться прямо ставить вопрос и требовать ответа. Или, может быть, там есть какие-то контексты, которых вы в том числе не знаете. Во всем случае, вопросы такие задавать надо. Еще раз повторяю, что слово на мой взгляд самое важное, что есть для предпринимателя. Как выбрать нишу? Сколько ниш нужно перепробовать, чтобы получилось? Ниша там, где боль клиента. Боль или лень? Где ему ленивый, где ему больно, где ему неудобно. Там всегда есть деньги. Все говорят, ой, голубой океан, голубой океан. А я считаю, что надо зайти там, где красный океан. Почему? Потому что голубом океане непонятно, нужно ли это клиенту. Очень редко можно найти голубой океан потребности клиента. Потому что, как правило, уже какой-то конкурент вашей идеи как-то эту потребность реализовывает. Тоже сам Uber. Это был очень красный океан. Airbnb. Это красный океан. Facebook. Это тоже пришел уже. Были несколько социальных сетей и так далее. Все, которые единороги, они все приходили, как правило, в красный океан. И просто говорили, что мы будем все делать по-другому. Не лучше, а просто по-другому. И это очень круто срабатывало. Поэтому я советую идти в красный океан, качать компетенции и пытаться найти голубой. Мне кажется, там так и история, связанная с оптимальным соотношением и развития как стартапа, и зарабатываемой деньги. Я крайне люблю слово стартап, если честно. Я считаю, что надо делать реальный бизнес и сразу реально начинать зарабатывать деньги. Пускай это будет банальная торговля, банальная перепродажа, неважно. Стартап – это западная история, где рост происходит на деньги инвесторов. У нас, к сожалению, в России крайне неразвитая венчурная тема, инвестиционная тема. И у нас венчурный бизнес вообще, в принципе, убыточен по большому счету. Поэтому в русских реалиях рассчитывать на стартапы, историю можно, но это зачем играть в статистике. Поэтому советую сделать идеальный выход, точное решение. Соединяйте стартап в клюшку и реальное зарабатывание денег. То есть, совместите зарабатывание и рост ваших основных показателей. Если у вас хороший продукт, у вас это получится. И сможете попасть в целевую аудиторию, в хорошую боль, по-другому решить вашей целевой аудитории. Вот такой кейс. Еще раз. Потребность, целевая аудитория, четкое понимание, что она хочет. Хороший продукт и красный океан с потенциальными отцветлениями в голубые озера, скажем так. Как понять, что нижние перспективные и рабочие? Общение с экспертами, общение по аналогии, посмотреть количество запросов Яндекс. Например, там Сахар оптом, 100 тысяч запросов, ну явно, что рабочие. И так далее. Worldstat.yandex.ru. Посмотрите, зайдите, количество запросов и сразу можете прикидочно посмотреть востребованность этой истории. В Гугле примерно это еще там процентов 60 трафика тоже можно посмотреть. То есть, ну, соответственно, в Яндексе умножите, плюс Гугл умножите на 2. Плюс соцсети еще там 10-15%. Вот примерно ваша история. Общение с экспертами, общение со знакомыми, общение социальной аудиторией. Мне нравится, на самом деле, даже больше по этому плану выставки. Потому что можно пойти и пообщаться с экспертами и компаниями, которые на этой истории развиваются. На выставке других компаний не бывает. Им явно сильно надо. Ниши алкоголь, табак. Как влияет на отношения в семье? Ребят, ну, честно говоря, я не видел ни одного успешного предпринимателя с этими нишами, у которого было бы все в порядке или со здоровьем, или со семьей. То есть, судя по всему, как-то влияют. Кстати, еще и горный бизнес, та же самая история. Поэтому я с этими нишами не связываюсь, ни экологичные ниши я не развиваю и не рекомендую развивать. Кстати, и предпринимателя с этими нишами я тоже не обучаю. Если вам понравилось, пишите в комментах ваши вопросы, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь на канал, рекомендуйте другому, репостите это видео, задавайте еще вопросы, буду отвечать обязательно. Подписывайтесь на онлайн-курс Воронин.клаб. Всего 5 тысяч рублей в месяц. Раньше ко мне можно было попасть только в 600 тысяч рублей в месяц, сейчас только так. Также, кому интересно, приходите на МетВоронина, будем выбирать подписчиков нашего канала. Итак, увидимся, пока.